Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на канале Прогулки по Корее. Сегодня мы приехали в город Кёнджу. Это древний такой город, столица государства, села. И покажем вам деревню и образ жизни, который был столетия назад в Корее. Пойдемте посмотрим. При входе в эту деревню можно зайти вот в это здание и взять на прокат национальный корейский костюм. На 2 часа будет стоить примерно 12 долларов. Вот так вот выглядит двор. Сделаны под старину. Хотя, конечно, видно, что это новодел. Пойдемте внутрь, зайдем, посмотрим, как там все выглядит. Внутри вот такие вот здания. При входе вот такие вот фигуры. Внутри здания можно вот приобрести какую-нибудь утварь. По крайней мере, на входе было так написано. Да, вот ценники есть. 30-40 долларов за штуку. Довольно так приличная цена для Кореи. Что это такое интересное? Очень много чего можно посмотреть, конечно, интересного. Долго разглядывать. Все, керамика. Все, керамика. 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 Продолжение следует... В соседнем помещении, как раз мастерская, такие вот заготовочки. Мастер все это делает. Спросил разрешение, он сказал, что можно снять, как он работает. Здесь вот такие вот готовые есть изделия. Просто однотонные. Сама деревня по площади может быть несколько гектар всего. И с другой стороны реки еще есть королевские гробницы. По карте здесь тоже есть королевские гробницы, но пока они еще не встретились. Интересно, как в старину вообще носили эти шляпы. Она постоянно крутится на голове и падает. Красота, конечно. Куда ни глянь. Везде все прям так. Очень цивильно сделано. Понятно, что это туристическое место, но вложили сил очень немало. Еще один дворик. Прекрасное место для селфи. У меня такое чувство, что я уже видел где-то эти постройки, по-моему, в какой-то дараме исторической. Прям все знакомое кажется. Все переулочки, переулочки. И по ним ходишь, и ходишь вот так по кругу. Смотрите, что-то там происходит интересное. Давайте подойдем поближе. Показывают, как делать чариток. Это клетки из рисовой муки. Специальный сорт риса чапсаль варят и потом его отбивают долго-долго деревянными молотками. И получается такая клейкая масса, которая называется чариток. Красиво, конечно, сделали улочки все. Везде витает вот этот аромат цветения вишни. Молодцы, конечно, очень облагородили так. Можно взять вот такие вот моторикши и покататься по территории. Я, конечно, рекомендую вам не брать транспорт, а пешком прогуляться по этой территории. И если вы сюда приезжаете, минимум взять запас 4-5 часов. Давно хотел приехать в этот город. И вообще я считаю, что сегодня я закрыл, так скажем, гештальт в плане этого города, посещения этого города. Потому что мой род называется Кёнджу-Чиге. То есть Цой из города Кёнджу. Фактически наш род произошел из этого города около 20 лет назад в посольстве Южной Кореи в городе Москве. Директор культурно-информационной службы преподавал корейский язык мне. И когда он узнал, что я тоже Цой из рода Кёнджу, хотя здесь они говорят не Кёнджу-Чиге, а Кёнджу-Чэ-Со, или Кёнджу-Чэ-Си, некоторые говорят, то он рассказал о нашем роде, о том, что он ведет свое начало с 1492 года. И вот чиновника, которого звали Чой-Чи-Вон, он был советником короля Си-Джона и один из тех, кто основал корейскую письменность в Англии. Не знаю, насколько это правда. Все это, конечно, со слов директора культуры информационной службы посольства Кореи. По словам директора Чая, в нашем роду было 48 министров и генералов во времена Чусон. В целом, я рад, что сегодня попал сюда. Как раз уже отцветает вишня. Рекомендую обязательно, кто будет в Корее, приехать в этот город. За 4 года проживания в Корее, я могу сказать, что это самый красивый город, который я увидел в Корее. Здесь такой вот мост через реку. И одна из визитных карточек. Вот такое вот сооружение над рекой. На многих открытках этого города я видел это изображение. Пойдемте к мосту. Пройдемся внутри. Вот уже подходим к этому мосту. Что-то написано на Ханче. Не знаю этой письменности. Такой вот длинный коридор. И вот такой вот вид открывается с этого моста. В конце деревни нашел гробницы. Здесь вот такая вот стела. Написано гробница короля Неймуна, 17-го правителя государства-села. Вот так вот выглядит само захоронение. Здесь целый комплекс. Кто-то еще из членов королевского семьи здесь тоже захоронен. Но об этом ничего не написано. Чуть подаль находятся еще курганы. И еще одна деревня, которую тоже обязательно нужно посмотреть. Вообще в Кенжу, конечно, очень много, что можно посмотреть. Мы не успеем, конечно, сделать все это за полдня. Но это очень хорошо, потому что будет повод вернуться сюда еще не раз. Рядом буквально в минутах 30 езды находится Японское море. Я думаю, что летом можно приехать на пляж и заодно посетить этот город, но уже на пару дней. Обязательно сниму ролик для вас и покажу то, что не успел показать сегодня. Друзья, ну как вам сегодняшний ролик? Понравилось? Если понравилось, ставьте лайк. И до встречи в следующем ролике. Пока.